Доброй ночи всем еще раз! Ну что, у нас разобрали героев и в принципе видели, что там да как? У кого? Ну, команда Тинкер. Взяла себе Вайда, взяла себе Брудмазер, Вич Доктора, Эсефа и Леона. Все кроме Брудмазер уже так сильно примелькалось, что больно смотреть. Ну, ЕГЭ тут тоже немножечко разбавили общие пики. Юниверс взял себе Морфлинга в сложную. У Сумейла опять же Зевс. Первая игра на Зевсе была у Сумейла приличной. Тут, собственно, повтор, я думаю, будет не заставить себя ждать. У Бистм... Также у ЕГЭ. Бистмастер для ППД, Чен для АОИ-2000, ну и Троллер-Лорд для Фира, опять же, как и в прошлом матче. Ну, расходятся команды по лайнам. Пока что никаких необычных мувов нет. Собственно, Бульба, она сложная на Брудмазер. Где же еще ему быть? В мид отправиться у нас, как я понимаю... Кто там у нас в мид отправится? В мид у нас должен отправиться СФ, конечно же, на котором играет Койква. Фейслес Войт пойдет фармить легкий лайн. Ой-ой-ой-ой, Курьер, как неудачно это подстрее. Ну, Кабану по щам Койква отвесил одну вертушку, Кабан успокоился. Блэк идет фармить на топ, сейвить его здесь будет Пайлайдай. Мидлейн для Койква на СФ, и Пинкмандо тут скоро отсюда уйдет. Я думаю, если не выход сейчас, то уйдет через секунду. И уходит на топ. Бульба оставляют в соло на ботом лейне. Харда для Бродмазер. Фир в соло будет здесь стоять, или все-таки кто-то придет? ППД, как я понимаю, леса будет фармить или нет? ППД у нас роумящий парень. Ауи уже начинает свое темное дело, начинает ковырять. У нас скрипов в лесу Юниверса поймали. Нет перекачки у Юниверса, Юниверс практически на фулл ХП проседает. Тут 70 ХП осталось у Юниверса. Был бы еще один какой-то скилл, откадешился бы у Леона, или был бы, например, подкоп, я думаю, развалили бы Юниверса. А так, в принципе, отхилился Морф достаточно быстро с одной, простите за выражение, баночки. Выходит Сатир-мучитель, ковырять здесь Койкву на фулл ману. Я думаю, Сатир выкастуется. Еще 4 заряда Шоквейва здесь имеется. Ну, здесь по КД будет спамить у нас на Койкву. Ауи 2000. На тебе, Койква просядет по ХП 100%. Ну и пришел Пинг Панда, сейчас еще и Пинг Панде достанется. Тут Сатир любому расскажет Соло, он самый серьезный вообще из парней. Наверное, после той же Гарпии-мучительницы, которая могла бы прийти на мидлейн. Ну и все, и подойти к Койкве невозможно. Еще 3 заряда есть Шоквейва, маны предостаточно. У него еще и мана регенится. По одному в 2-3 секунды поинту маны. Хотя, наверное, даже медленнее. 203, ну просто ради эксперимента. 203, будет ли 204 у нас у Сатира? Ну, только что я видел, что вроде регенилась. Да, 204. Тут 0-0-0-25, наверное, в секунду. Где-то 1 поинт в секунду за 10. Ну что, готовится выход в Койкву. До свидания, Койкву. А в итоге Сатир заковырял у нас Койкву. Зевс забирает этот фраг. Хотя и Зевса забрали. Один в один разменялись. Пинг-панда здесь через каски застопил Сумаила. Ну и смогли забрать Зевса в ответ на Койкву. Сатир пошел дальше гнать Пинг-панду. Всем раздал. Теперь может умирать. На фуллману выкастывался. Еще и с руки Пинг-панде наваляет. Как же неудобно здесь вместе с Сауи играть. В команде Тинкер. Ну и толком Сатир это не развалишь. У него дефа конечно ноль. Но здесь опять же ХП реген здоровейнейший. Плюс 4 реген здоровья Аура. Ну и если бы Мана еще регенилась с такой скоростью. Да в принципе он бы вообще мог в соло у нас всю команду Тим Тинкер выносить. Морф проседает по ХП на топе. Пипеди уже пришел к нему на подсейв. Подхилил своего братана. И пошли разрывать Блэка. У Блэка 20 на 9. Первый по фарму. На втором месте Сумаил. 17 на 3. Фир на третьем месте. Троллю не так просто против Бульбы. Бульба на четвертом. 13 на 1. Бульба комфортная ситуация для него. Тут в принципе ХП реген достаточно большой. Вижена как я понимаю нет. Да Вижена не имеется. Тим Тинкер поставили свой Центрик. Просто чтобы задевардить если что. Ну и Фир здесь без Вижена. Фир в любой момент может отъехать. Хотя с другой стороны топоры тут крипов по-моему не крипов. А маленьких паучков разваливают. У Сумаила 295 на руках. Есть Нул Талисман. Есть Боттл. Бутс оф Спид. Все это имеется. ППД цепляют здесь. Койква дальняя еще одна. Забирают Бестмастера. 2-1. У Койквы есть хаста. В принципе и по мане сильно не просел. Можно пойти попробовать Сумаила с хайграунда расковырять. Не решается. У нас Койква решил все-таки фармом заняться. Сапог уже ему должен лететь. Как же я читаю игру. Да, летит уже Сапог Койкве. Но это в принципе было очевидно. Вы тоже так сможете. Надо просто немножко потренироваться. Фир. Продолжает фармить на топе. Юниверс проседает по ХП. И Сумаил здесь нормально так огребает. Ну и Койква подприпросел. Ульта пошла у нас от Зевса. И чуть-чуть не хватило, чтобы добить Койкву. Там ХП 20 наверное у Койквы было. Все, без Боттла. А где Боттл? Где Курьер, кстати? Куда Боттл делся? А вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Такой вот буст данной вещи. Как я понимаю, я не видел, конечно. Не пробовал лично. Но как я понимаю... Так, кстати, подскажите, кто там профессиональный дотер у нас из 150 миллионов человек в чате. А можно выложить, как я понимаю, Боттл. Тот, кто делает ТП и сразу же берет Боттл, то Боттл пополняется. Правильно ли это? Подскажите, пожалуйста, в чате. Вадим, Вадим, жду твоей помощи. У Сумаила уже практически готовый ПТ. Дальше гоняет у нас Койку. Верхняя по Койкве и у Койквы 300 ХП. Ну, вынужден здесь бегать. По фарму проседает. 21 на 5 у него. 29 на 3 у Сумаила. Бульба уходит за вражеский Тавор. Между Т1 и Т2. Уютно расположился. Еще бы не уютно. Тут в паутине все вообще. Ничего не видно. Ходить неприятно. Все... Всем опротивило в собственный лес заходить. Ну все. Квапа здесь... Квапа. Брудмазер здесь... В принципе, в свои владения превратила в вражеский лес. Чен с этой пачкой крипов вообще никуда не отправляется. Только на этой половине карты. Койква мультиспауны пошел формить. Летит ему уже ПТ. Ну и 450 еще сверху. У него... У Койквы уже имеется даже 600. ППД здесь. У ППД нет ульты. Получится ли забрать у нас в соло Койку? Да, наверное, нет. Хотя... Опять же, маны у Койквы нет. Можно и попытаться. С Кабаном и с топорами можно попробовать. Подстопь ты его. Понимает ли Койква? Понимает, наверное. Что такое ППД? Что случилось? Не очень как-то ситуация для ППД. Стоял, терпел, терпел. И что в итоге? До чего дотерпел? Дотерпел до того, что Койква, точнее, отсюда уходит. Ждали, когда придет кто-то на подмогу. Юниверс гонит у нас Пинг-Панду. Вич-Доктор сам себя отрегенить может. На то он, в принципе, и доктор. Пайлайдай. Пока что ничего, кроме Транквилл, нет. Но, с другой стороны, на восьмой минуте Транквилла уже неплохо. У СФа мы видели ПТ, Аквилла и Боттл. У Брудмазер, что там? В принципе, 1400 есть для Бульбы. Готов уже Сол и Ринг, Глофс оф Хейст. Ну и Феру ничего не остается, как здесь с крипами разбираться. Большую пачку разбил Паучков. Ну и тоже Фир, конечно, бедняга. Терпит, крипы не доходят. Приходится фармить под Тауэром, а это неприятно. Кстати, огромная пачка тараканов и могут Фира здесь зажать просто. Ну так иди, иди сагри, сделай что-то. Пинг-Панда и Пайлайдай. Вот и Фир приплыл. Еще и Койква с ДД. Бедняга Фир. Это кошмарный сон просто для него. СФ забирает еще один фраг. Отличный ульт от Зевса. Похилил просто всех, да нельзя вообще. Я представляю, как тролль там в таверне сидит и думает, как же здорово, что у меня есть такой крутой Чен в команде. У Юниверса как дела? Третий левел у Юниверса. Дела у него отвратительные. Психологическая помощь с таким фармом понадобится скоро Морфлингу. У Блэка зато дела неплохо идут. 66 на 28. На первом месте все-таки Фир. У него 85 на 10. Но здесь надо учитывать, что тараканы 10 копеечные. Они, в принципе, на общую картину не влияют. Морф третьего левела. Это плохо действительно. Рецепт на Солринг для Морфлинга. У нас Зевсу прилетает уже Мидас. Вот так вот решил Сумаил. В прошлой игре дела были получше. Там без Мидаса все было хорошо. Бульба начинает фармить вражеский лес. Пинг-Панда тоже здесь ходит. В принципе, рядом с Бульбой не страшно ему. Ну, пауков дофигищем. Можно фармить. Ульта пошла от роли Варлорда. Забирают у нас Чена. Ну и Блэк дальше гонит ППД. Это себе, наверное, дороже. У Блэка лоу ХП. Надо бы уйти отсюда. Юниверс. Через Вейформ. Забрали у нас Фейслас Вайдай. И фраг еще, кстати, Сумаил себе получил. Пайлайдай на лоу ХП. Но ППД, скорее всего, раньше здесь умрет. Ну и Пайлайдай уходит. Кабана забрал Койква. Забрал самого Хозяина Кабана. Два в один разменялись. Сумаил через ульту забрал Зевса. Стилер, стилер. Гнобите все его. Хенд оф Медас имеется. Есть ноуталисман. Есть бутсов спид. Всего по чуть-чуть. Ну, у Фира, бедняжки, 97 крипов. А по Нетворсу какая-то проблема дичайшая. Да, на четвертом месте. На третьем месте у нас Фир. Там совсем немного Блэк от него отстает. Фир борется, в общем-то, просто с тараканами Брудмазер. И с неприятностями на собственной линии. Забирают Морфлинга. Кто это сделал? Фейслас Войт это сделал. 2-6. Тим Тинкер пока что опережает своих соперников по фрагам. По золоту. Тинкера на 2000. По экспириенсу тоже где-то к 2000 их преимущество. У Бульбы как дела? Медас есть у Брудмазер. 750 сверху. Огромное количество тараканов. Один пошел на разведку. Забили его. Всем селом одного таракана. Просто топтали-топтали друг другу ноги. Отдавили вообще. Крепы. Нашли, в принципе, на кого агриться. Ну, Бульба, в принципе, вообще никого не ощущает. На Фира выход. Пошла ульта у нас от Брудмазер. И Леон забирает этот фраг. Тут под ультой была Бруда. И ульту заюзал у нас Пайлэдай. Правда, не Finger of Death. До Билфира А с руки докворял у нас Леон. Даже немного удивительно. Что? Что это было? Это Бестмастер так поет, когда юзает руну. Вроде Витч Доктор у нас такие звуки издавал. Витч Доктор ничего не забирал. В том-то и дело. Бульбу поймали. Наконец-то нашли на него управу. Сумаил через верхнюю. В принципе, все, что необходимо было просветить, просветил. Ну, а там Пепедит тоже был близко. За счет Прайм Аврора, в принципе, как-то дозаконтрили. У Ауи 900 на руках. До Мекки еще далековато. Аркан Бутс имеется. Но Ауи по фарму здесь не сильно так отличился. На пятом месте он. На 12 минуте Меккой и не пахнет. Зевсу прилетает Бутс оф Тревел. Сумаил в какую-то странную сборку идет уже который раз. Сейчас Соло Ринг, наверное, а потом Даггер. Для Сумаила. Ну, в Соло стоит с руки ковыряет Големов Глиняных. Все, Миндас откатился. Сумаил выходит на Тауэр. На собственный. Конечно же, отдефать. Я имею в виду на Мидлейн. Возвращается. А Кокко в это время в спину Юниверсу заходит. Но не в спину, а в бок. Юниверс, в принципе, далеко себе не позволяет заходить. Наверное, правильно делает. Потому что тут разберут его Юниверс. На опыте. Просто в кусты. Блэк, будет ли врываться у нас в Юниверс? Пошли искать. Пошли. Просто как... Серьезные... Мародеры вообще какие-то. Блэк вместе с ССФом забирает Тауэр на топе. И... Это по вышкам 2-1. На миде упала вышка со стороны Тинкеров. И... Сами Тинкера забрали два Таура. Внизу и на топе. Мидлейн пока еще стоит. Но тут Сумаил за свои Таура ковыряется вообще до полной... Бессознательности. Фейслес Войт. Скорее всего, может встрять, если... Если немножко еще подождет. Пайлайдай тоже здесь. Если что, есть ТП. Чтобы убежать под Смоком. Сумаил во вражеские лет. Занимауи. У Ауи триллион крипов. ППД тоже недалеко. Прямо ЛРО оружие имеется. Есть просветка, если что. Если вдруг на Квапу нарвутся. Ну что, и пошли под Смоком. Будут обходить спину. Как я понимаю, у нас спинк панду или никого. Например, Смок спадает. Как удивились Тинкера. Когда увидели сразу четверых игроков ЕГЭ. В месте там, где никого нет абсолютно. Типа, о, пацаны, вон они. Ну и все, и пошли дальше. Пошли дальше. А вот Блэк вообще ничему не удивляется. Просто фармит крипов. При том, что знает, что рядом четыре человека. Почему Праймал Роар, кстати, не юзал у нас ППД? Ну, наверное, не доставал разве что рейнджа. Да, тут рейндж вообще катастрофически маленький. Там до Войда. Еще бежать и бежать. У Блэка рейндж хроносферы, кстати, такой же, как Праймал Роар у Бестмастера. Ну, не шутка ли это? Пайлай Дай. Немножко остается до Даггера. Успеет ли юзнуть Даггер? Верхняя по Пайлай Даю. Ничего не успевает юзать. Ульта пошла просто. У Цумаила еще одна верхняя. И за счет пассивки нижняя развалили у нас в итоге. Леона. 4-7 счет. ЕГЭ потихоньку преимущество свое отбивает. 3000 выигрывали Тинкеран. Точнее, 3 с копейками. Сейчас где-то до 3 спустятся графики по золоту. По экспириенсу менее двух уже в пользу Тим Тинкер. ППД. Огромное количество тараканов. Грызет у нас ППД. И очень ему неприятно. Вот настолько неприятно, что он прямо умирает. Рошан в это время падает для Тинкер. Бульба просто головная боль для команды ЕГЭ. Встилит все, что может вообще. Всех хрипов. Всех героев. Хроносфера у нас по Сумаилу. Сумаил живет. Хиллот Ауи 2000. Зевса разобрали. Пайлодай. Фингер оф Дэс в Сумаила. Сумаил погибает. Юниверс недалеко. Кстати, каски пошли у нас. И Дэс в арк. Ауи сыплется. И Ауи, скорее всего, здесь умрет. Ульта от Койква. Юниверса тоже должны забирать. Тинкера взялись за голову. Фир бежит отсюда. Но здесь Бульба по паутине. Все. Оставили Фира в покое. Три фрага потеряли только Леона. Заработали 1500. Ну все. Команда Тинкер идет атаковать. Всего предостаточно по золоту. Они выигрывают у 1006 уже. Так и есть. По экспириенсу 5 с копейками тоже выигрывает Тинкер. Койква есть Даггер. Есть Юул. Рассказ, в принципе, более чем реален. Зевс бедняга будет терпеть. 100%. Юниверс. Пошел у нас адаптив страйк в Койкву. Койкву должны разбирать. Но это просто потерянный Эггис. Будут ли сейвить его? Где Пинк Панда? И причем пингуют нас на Пинк Панду. Койква говорит, что же ты делаешь, а? Спаси. Нет. У Вич Доктора есть поинтереснее дела. Просто, например, ходить между деревьями. Пошел пообщался с чуваком в лесу. Говорит, я только что СФа слил. Вообще даже не почувствовали его. А я живой. СФ мертвый. А я живой. Вич Доктор вообще не пошел на подсейв. Но там, в принципе, Пума не была плохая ситуация. Просто Вич Доктор мог бы вторым клиентом быть на поход в таверну. У Зевса Форс Став. Тут чокнутый вообще артефакт у Сумаила на Зевсе. Бутсов Тревел. Форс Став. Мэджик Вонт. Хэнд оф Медас. Боттл. Нормально. Туда еще Тараску. Рото Фатос. Нет, Рото Фатос нельзя. Потому что слишком много интеллекта дает Зевсу. Ну, я не знаю. Неплохо было бы, например... Например, Алибарду. Тоже неплохо на... Зевса. Это, конечно, шутка. Просто набор артефактов вообще выходящий из всех рамок понимания Зевса. Ну, ТМ Сумаил у нас и отличается, что это совершенно новый какой-то. Новое видение доты. Свежая кровь. И результаты он дает. Это самое главное. Пинк Панду поймали. Замучила-таки совесть у нас Вич Доктора. Это, наверное, просто гнобил его Койква в скайпе. Гнобил-гнобил. Говорит, как так меня убили, тебя нет. Что ты вообще за человек? Ну и все. Я пошел, отдался во вражеский лес. Причем, я думаю, стоял тут секунд 40. Просто ждал, когда на него наконец-то выйдут. Вышли. Разобрали. Вич Доктор отъезжает у нас в таверну 7.11. ЕГЭ по чуть-чуть, но отковыривают. Как-то преимущество своих соперников до 5000 спускается по золоту преимущество тинкеров и 2.5 всего лишь по экспириенсу. Поймали у нас Брудмазер. Наорал на него ППД. Блэк. Хроносферу по двоим, но эти два так далеко, что их, собственно, и не заберешь. Зато заблочил. Кабана забирает Бульба через Мидас. Ну и что? Забрали только Бестмастера Тинкера и отходят отсюда. У Бульбы уже догон второго левела и рецепт на третий уже в стэше имеется. У Блэка есть Мейлстром, есть Мом, Аквила, Пауэр Трэдс, Аквила для Фейслес Вайда. Да, вообще новый взгляд на Вайда. Обычно он как-то игнорирует данные артефакты. Не в этом случае. Де двести было для Блэка, приобрел себе Пойнт Бустер, готовится выйти в Аганим. Две Слоу Койквы на Сефе. Так, Койква уже приобретает себя Ultimate Tour. Будет выход, насколько я понимаю, в скаде. Пипеди опять погибает. И опять погибает от Зевсай и... Бульбы на Брудмазер. Тут догон второго левела. Это неприятность. Уже летит четвертый догон у нас для Бульбы. Сколько там четвертый? По-моему, 700... Да, 750. Валят четвертый. И КД там всего 20 секунд. То есть в файте можно вообще два раза провязать. Но с пятым дела еще лучше обстоят. Пятый КДшится 15 секунд. И действительно есть смысл его приобретать. Потому что за файт можно дать два. И маны требуют... В принципе, везде одинаково. Ну и демаджа куча. 1600 просто с догона в файте. Ну и по-моему, это очень хорошо. Опять же, Вейлд оф Дискорд. Если появится хотя бы от кого-то. Видждоктор у нас выходит в Пойнт Бустер. Леон в Пойнт Бустер. Видждоктор у нас вышел уже в Пойнт Бустер. В Аганим, конечно же, выходит у нас Видждоктор. Есть Пойнт Бустер. Ну и остается еще 2.5 до Аганима. У Бруды догон 4-го левела. Тут Бульба, я думаю, за ним дело не постоит. Пятый приобретет. Фейслес Войт. Пойнт Бустер есть. 1800 сверху. Для Блэка до Аганима 1200 всего лишь остается. У ССФа Ultimate Torp и 1300 сверху. Юниверса. Не разультился у нас. Не разультился у нас ССФ. Просто умер. Как я понимаю, Сумаил сыпется. Тут через Finger of Death, если он разбирает Сумаила. Блэка зацепили. Зацепили просто крипами. А потом уже и Фир пришел вместе с ППД. В итоге 3 в 1. 10-14. В итоге ЕГЭ тут 2200 заработали. По золоту и по экспириенсу. С 5... Ну, 3 с копейками. 3 с лишним тысячи по экспириенсу. Вот это я понимаю. Еще и Тавр сейчас заберут 1-2. И все. И преимущество в 7500 отправляется просто в никуда. Пока нет ССФа, можно бить. Пока нет Фейслес Войта. Который хроносферу, кстати, так и не провязал. Можно, в принципе, выходить на Тавр. Но ЕГЭ это прекрасно. Понимают. Не вроде бы шарящие ребята. Огромная пачка крипов. Здесь... Деф у всех есть. Плюс 3 от Савы. Реген ХП плюс 4 от Сатира. Кентавр нам ничего не дает. А вот скорость атаки, по-моему, дает еще Урса. Да, плюс 15 скорости атаки. Леон сипится по ХП. Это на мид лейня. Зачем вообще переходить реку Леону на 23-й минуте? Непонятно. Тем более в одиночестве полнейшем. Насмотрелся на Бульбу. Тут дурной пример. Заразительно. 11-14. Становится счет. И постепенно, постепенно. Посмотрите. С 7500 уже до 2500. В пользу ЕГЭ. 5000 отковыряли. Так дальше будет больше. Тролль Варлорд у нас сыпется от Блэка. И где-то здесь был Бульба. Да, вот он. Дагон. Дагон 4-го левела. 5-й не летит. Или летит? Нет. Вот она. Самая мерзкая тварь из всех. После Бабы Яги. Хуже этого. Да, у нас действительно. Хуже этого может быть только шторм в женском халате. Более неприятных вещей вообще. И представить нельзя, кто это делал. Просто кто этот человек. Почему это разрешено по закону. Нас койку здесь, кстати, разбирают. А я смотрю на какие-то мазохистские наклонности. Просто я не могу оторваться вообще от этой свиньи. 13-15. Чет. 2 в 1 ЕГЭ разменялись. В свою пользу. Да даже 2 в 0. Нас тролль Варлорд не здесь умирал. Где эта тварь, которая отняла у меня 15 секунд стрима. Вот она. Как после этого вообще свинину есть? Действительно, после таких курьеров очень легко стать вегетарианцем, веганом. Я не знаю. Хипстером. Кем угодно вообще. На меня просится клетчатая рубашка. Неприятно, а. Ужас как. Неприятно. Блэк. Уже зарабатывает себе 2 600. Поинт бустер имеется. Немножко совсем остается до Аганима. Так. Да что такое? Ты уйдешь отсюда? Какая тварь. 2 800. У Блэка. По золоту. Надеюсь, курьер больше в зону моего вижена попадать не будет. Потому что так можно вообще, не знаю, закрыть компьютер и пойти... Отдыхать от стримов лет на 6-7. Тролль Варлорд. БКБ приобретает. Сэнджин Яша есть. Хелм оф Доминатор у Фира тоже. Имеется Юниверса. Есть даггер. Но это такой саппорт морфлинг. Просто через адаптив страйк к себе подталкивать. Через вейформ догонять. Ну и танковать, танковать, еще раз танковать. У Сумаила как там дела? Появляется Обливиан Став. Есть уже Аганим для Сумаила. Обливиан Став. И что? Пошла у нас погоня за Блэком. Наорали на Блэка. Блэка разбирают. Тролль Варлорд, кстати, разобрал Блэка. Вроде бы через вейформ забирал его Юниверс. А нет. 14-15. По золоту еще 1000 для ЕГЭ. Ну и все. Преимущество, которое было у тинкеров, отправляется в никуда вообще. По экспириенсу сейчас графики обновятся. ЕГЭ будут в плюсе 100%. Вот верьте мне, я на этом вот такую свинью, как курьер Тим Тинкер съел. Ну же, ну же. Нет, обновились. Графики плюс 15 добавилось. Команди ЕГЭ. Ну, близко уже к нолю ЕГЭ. Так, здесь у нас разваливают Бруду. После войда еще и Брудмазер убили. 15-15. Вот теперь по золоту Тинкера в плохой ситуации. По экспириенсу ЕГЭ уже 1200 выигрывают. От их преимущества вообще не осталось следа. И я думаю, динамика вы видите с 7500 нон-стоп в сторону ЕГЭ. И вы, если вы думаете, что они будут останавливаться. Нет, вы очень сильно ошибаетесь. Останавливаться никто здесь не будет. Это, собственно, я думаю, начало конца для Тинкеров. Блэк готов рваться на Рошана. Ждет ли его здесь что-то хорошее. Птица, в принципе, видит у нас Блэка. Прекрасно понимает все. Вейформа от Юниверса и бежать отсюда. Блэка просто оттолкнули, чтобы не сломал им всю вечеринку. Рошана убили ЕГЭ и тролль-варлорд забирает здесь Аэгис. Летающий ослик есть в Дота 2. Да, есть. Летающий ослик это дефолтный курьер. Дефолтный. В первой доте была курочка. В Варкрафте третьем дефолт. А во второй доте дефолт был летающий осел. В пилотских наушниках, очках. Койква 1800 после алтимейта РБА. Койква приобретает себе, кстати, персик и рецепт на линку. Вот так вот пошел у нас Койква. От кого это? Это, я так понимаю, от бестмастера. У нас драка, кстати, в лесу команды ЕГЭ. Пинг Панда провязал ульту. Ну и не знаю, уйдет ли. Да, уходит. Фиру не хватает демеджа. Развалите у нас Панду. И баш тоже не прошел. И баш тоже не прошел. Юниверс. 1400. Ну что ж, здесь огромная пачка крипов от Чена. И давайте представим, что это, не знаю, шестая минута, а не двадцать восьмая. Заканчивается у нас, потому что первый Т1 падает по нижнему лайну со стороны команды Тинкер. Пачка крипов только-только вышла на легкую линию. Юниверс пошел за Койква. Сбивает линку Койква и Койква рассыпается. ППД разорался просто дико вообще. Так резко и хорошо. Так Бесмастер таким поставленным голосом у нас, по-моему, еще не орал. Но на радостях, потому что знали, что убьют Койку. Ауи здесь разменяли. Тоже, в принципе, без каких-либо сопротивлений от команды ЕГЭ. Ну и некому было сопротивляться. Ауи здесь был соло. Ну и Кентавр здесь отбивается от Бульбы, отбивается от Блэка. Дальше за Сатиром. Ну и здесь очередь еще и Медведя пришла. Ульта от Зевса. Нате вам вообще. Вот так вот бить наших курьеров. Ведь Доктор еле-еле выжил. Зато погибает Леон. Сумаил дал понять, что у него появился Рефрешер Орб. Ну, а в принципе, что скромничать. Свои заслуги какие-то, почему бы и не говорить. Нафармил, покажи ребятам. Две сто сверху после Рефрешера Орба у нас для Зевса. Я думаю, появится здесь какой-либо Бладстоун. Наверное, не будет лишним для Сумаила. Или опять же, можно пойти в Хекс. Почему бы не быть максимально полезным для собственной команды. У тролль Варлорда появляя... Что здесь такое? Просто ничего здесь? Или что вообще творится? Почему Блэк у нас все время отстоял? Никого никто не бил. Блэка убили в собственной хроносфере и Бульба. Что случилось? Почему он стоял? Давайте посмотрим. Я даже подприудивился немножко. Вот, допустим, врывается у нас Блэк. Ставит. Вот почему у нас Блэк стоял. Просто через Адаптив Страйк. Потом еще наорали на Блэка. Обалденная хроносфера. Давайте, ребят, я узну хроносферу. Мы все постоим, посмотрим просто. Как я стою. Блэк в итоге перестоял всю хроносферу в стане. И через Адаптив Страйк. И через Крик от Бестмастера. Ну, а там ничего по выходу из хроносферы хорошего его не ожидало. Фир уже имеет Баттерфляй. Нет, Баттерфляй сейчас заимеет, в принципе, весь хайграунд команды Тинкер. СФ в соло, в принципе, бесполезный. Драться не может. И не для драки у нас вообще. СФ создан. Не для тебя, мама, ягодку растила. Сыпятся бараки. Милишный очень быстро рассыпается. Адаптив Страйк от Юниверса. Пинг Панда хилится здесь. Фир, скорее всего, заберет Тауэр. Так, хроносфера пошла у нас от Блэка. По Фиру еще и Дезвард. И что, и Фиру плевать вообще на Дезвард. Тут Дезвард миссает нон-стоп. Ульта пошла от Чена. Все живы к Койкву. В принципе, здесь убивают без вопросов. Сумаил уже мега килл. Ульты нет у Сумаила. И еще не будет 70 секунд ульты. Кстати, и рефрешер Арбан нет. Сумаила в итоге забирают. Фир в Койкву. Адаптив Страйк проюзали. Где Юниверс? Юниверс в это время занимается бараком. И у Юниверса 79 на 32 минуте. Юниверс у нас супер силач. Фира отправляют на базу. И что? И должен Юниверс, скорее всего, отсюда уйти. Хотя Сумаил выкупился и прилетел. Готов драться дальше. У Бульбы лоу хп. Ну что? И зачем выкупался Сумаил? Просто, чтобы вы отошли. Что же вы, а? Что же пацана так прокинули? Он вообще забросит доту. Нельзя молодое поколение так сильно обижать своими действиями. У Сумаила рефрешер Орб откатился. Ну и скоро будет два ульта. В принципе, наверное, этого и хотят дождаться. Когда появится ульт у Зевса, когда будет ульт у Чена. Нет, до Чена очень долго ждать. Ну, тролль Варлорда уже имеется ульт. Ну и у ППД через 7 секунд тоже будет Праймал Роар. Ротов Атос для морфинга. В рот не Атос вообще. Ну как так, а? Что с морфом происходит? Блинк Даггер, Транквил Буци и Ротов Атос. По-моему, Пинк Панда нашу трансляцию слушает. Или там что-то было веселенькое. Ротов Атос для морфлинга. Это удивительно. Просто Даггер, Моротов Атос, Транквилы, Гем. Вот такой вот морфлинг. Супер-супер лейт. Лейт, от которого кипятком вообще там плачут китайцы. Тот лейт, который вообще вроде как неконтримый. Кентримый после сороковой минуты. Тот, у кого на руках вообще Этериал Блейд. Зачем эти Этериал Блейд? Наверное, для того, чтобы собирать их. Это просто подсказка. Юниверсу, Юниверс, в принципе, все. Тут ломает систему и собирается в фул-фул-фул саппорта. И этот фул саппорт, кстати, неплохо еще наваливает. Станы на 4.25. Ну, может ли вообще кто-то выдержать такое? Блэк у нас и простоял этот стан весь. При том, что у него был агоним, он умудрился простоять всю хроносферу в стане от Адаптив Страйка Юниверса. 2.600 у Блэка на руках. Но по дэмэджу, конечно, Блэк плоховат тут. Всего лишь 150 с руки бьет Войт. У СФа 210 с руки. Опять же, на дэмэдж ничего здесь нет конкретного вообще. Не на дэмэдж, не какую-то модификацию дэмэджа. На тебе, на 4.25. Постой, Койква. Койква стоит, а что ему еще делать? Хотя тут, опять же, просто колейки бьют. Вот Койку не проседает по хп, а вот серьезный парень пришел. Сумаил разваливает у нас СФа. Объяснил ребятам, как дамажить без ульты. И простенько так с руки. Верхняя, нижняя, еще одна с удару с руки. Но у Сумаила у самого с руки 180. Просто у Зевса с руки 180, 23 левел. Как так получается? Что вообще там по левелам? 23 левел у нас у Сумаила, 21 у Фира. Ну и 19 дальше у Койква, у Бульбы. Но между 23 и 19 огромный разрыв. Да, конечно, пользы, особенно 23 левел, касательно какого-то дэмэджа, хп, еще там каких-то атрибутов не приносит. Ну, по сравнению с 19. Это разница не существенная, но для фарма действительно разница существенная. Это просто показательно. Это говорит о том, что Сумаил гораздо серьезнее себя чувствует в данной игре. Ульта пошла у Тролл Варлорда. Рассыпается Т3 на мидлейне. Подойти команда Тинкер не может. Хроносферу здесь ставь или не ставь, вообще бесполезно все. СФа нет, драться никто не может без СФа. У Бульбы есть пятый догон, и что с ним делать, с этим догоном? В early game это еще было нормально. На Фира, кстати, у нас хроносфера ставится от Блэка. Ну и наорали на Блэка, половину хроносферы опять простоял. И сейчас Фир начнет в ответку Блэка месить. Блэк просто бежать отсюда как можно быстрее. Ульта от Зевса. Где, где, где рефрешер? Если нет, через 8 секунд будет рефрешер, и будет еще одна ульта от Сумаила. А по кому давать ульту? Все мертвы. Все, команда Тинкер не выдерживает. Сумаил пошел у нас под Тауэр. Бить под Фонтан, точнее, бить всех, кто остался живой. Трипл килл для Сумаила, он отсюда улетает. Отлично. Отличная игра от ЕГЭ. Отличная игра от Сумаила. Прекрасная игра от Бульбы. Собрал догон. Слил всю катку. Молодец. Все великолепно. Ладно, поздравляем ЕГЭ. Это дабл-победа. В принципе, тут ничего удивительного. Сенсации у нас не произошло. Тинкера намного слабее, чем ЕГЭ. И на классе ЕГЭ, безусловно, переиграли бы любым, наверное, пик. Ну, не любым, конечно. Ну, где-то вот близко к любому пику переиграли бы Тинкеров. Но это лично мое мнение. Конечно же, не хочу фанатов Тинкера обидеть ни в коем случае. Так, у нас, в принципе, пауза. Пауза у нас на день. Целый пауза. Подписывайтесь, не забывайте ВКонтакте на нашу группу. Сколько нас там? Чуть-чуть, конечно, смотрело. Но не будет лишним, в принципе, зайти и нажать подписаться в группе ВКонтакте. Она под Твичом. Ну, и вся информация касательно завтрашних, послезавтрашних и всяких-всяких стримов у нас в группе ВКонтакте. Поэтому не забывайте просматривать свои новости. Мы там все чаще планируем появляться. До скорой связи. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся.